добрый день сегодня мы с вами поговорим о тех вопросах которые были заданы мне нашими подписчиками неопытные любители цветов часто задают вопрос о клематисах о почве на которой лучше садить эти растения правилах ухода и так далее первый вопрос поступил такой как можно стимулировать образование новых корней и клематиса да конечно лучше всего корни образуются в кислой почве хорошо если значение ph для крупноцветковых клематисов не превышает 5,5-6 второй вопрос наша зрительница рассказывает о том что у нас часто мультируют почву песком изолой поливают известковым молоком то есть подчелачивают почву какой же мой будет ответ ответ будет такой крупноцветковым клематисом как гибридом клематиса фиолетового и цельнолистного нужна кислая почва щелочные почвы нужны только тунгускому восточному горному виноградолистному и торейскому клематисом а также княжику альпийскому и крупно лепестковому есть еще одна проблема щелочных почвы железо в них переходит в неусвояемые растениями формы что может привести к хлорозу третий вопрос наших зрителей как правильно ухаживать за саженцами первого года но прежде всего нужно подкармливать их комплексными удобрениями с легким таким преобладанием азота и регулярно поливать это основные правила первый год важно получить большую листовую массу это поможет нарастить хорошую корневую систему вопрос 4 считается что корневая система должна быть притянена так ли это да конечно крупноцветковые клематисы это выходцы из горных районов азии они растут на высоте два два с половиной километра и летом там не жарко тени или на солнце это неважно температура должна быть не выше 25 27 градусов по цельсию чем крупнее цветки у растения тем прохладнее должна должно быть место посадки а ее можно получить притянив почву посадив при этом однолетние какие-то растения такие тагетисы петунии некоторые другие пятый вопрос что делать в жаркую погоду ответ очень прост регулярно поливайте фиолетовые клематисы и цельнолистные клематисы выносят температуру до плюс 30 градусов по цельсию шестой вопрос есть ли клематисы которая обильно цветут в тени да все крупноцветковые клематисы второй группы обрезки седьмой вопрос такой какая ошибка наиболее распространена ответ мой такой есть расхожая схема посадки клематиса у стены на самом деле эта схема на изображает то как не надо сажать клематисы об этом мы поговорим в следующем видео и последний восьмой вопрос как правильно сажать клематисы с розами саженцы роз и клематисов можно посадить в одну посадочную яму взрослым клематисом можно подсаживать клематисы отступая 30 40 сантиметров тоже касается и роз если вам было интересно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал спасибо за просмотр! Продолжение следует...